МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро, дорогие телезрители! И мы начинаем посев. Начинаем с земляники. Эта культура, посеянная в декабре, даст очень хороший результат уже в июне. Пять месяцев нужно этой культуре, чтобы дойти, то есть дорасти до начала плодоношения. Какую вы будете сеять землянику, вы уже выбрали. Мы уже о ней достаточно много говорили. И мне очень хочется, чтобы все ваши усилия были вознаграждены. Для того, чтобы это произошло, нужно сделать все правильно. Вот в руках у меня еще фитоспорин, он сухой, его там совершенно немного, но этой пачки хватит вам на все посевы, помидор, баклажан, перцев и так далее, для того, чтобы избавить себя от появления черной ножки. Значит, берем семена земляники. Это у нас любаша. Вы помните, да? Любаша не имеет усов, она крупноплодная. И допекать она вас усами не будет в течение минимум трех лет. Значит, посмотрите, предыстория посева. Помните, что почва должна быть очень даже питательной и иметь слабокислую реакцию, но с хорошим количеством кальция в составе. То есть это какие-то раскислители. В данном случае использована доломитовая мука для добавки вот в эту почву. Значит, кроме того, что почва уложена в контейнер, который имеет достаточно хорошую высоту, около 20-18 сантиметров, половина ящика, половина будет засыпана почвой, вторая половина останется свободной. Это как раз место для будущих растений. Но можно сеять не вот в такую почву и в ящике, можно сеять в торфяные таблетки. Но с ними надо поступить тоже правильно. Обратите внимание, у каждой торфяной таблетки имеется, вот мы ее размочили, да, имеется такое углубление, отверстие. Если мы семечку вот этого крошечного, вот растение просто вот пылевидное, возьмем и посеем вот сюда в серединку, оно опустится, и влажность, имеющаяся в размоченной таблетке, тянет семечко еще ниже и произойдет загнивание. Что делаем с торфяными таблетками? Уплотняем ей верхнюю часть, переворачиваем таблетку, раскроете ей, пожалуйста, чехлик. Можете просто взять и постричь его. Никаких проблем с этим нет. Освободив ей обратную сторону, она абсолютно плоская, прямая. Ну, если хотите, можете здесь выровнять. Но если будете сеять землянику, сельдерей, это питунья, то сеять надо поверхностно, располагая семечко прямо вот здесь на поверхности, не засыпая, не вдавливая его. Вот положили его и оставьте его в покое. Значит, и начинаем посев. Посмотрите, они очень маленькие, поэтому можете брать на ощупь одно семечко. Понимаете, о чем я говорю? Одно. И располагаете рядами между растениями в ряду 2-3 сантиметра. Очень аккуратно. Да, это требует времени и усилий, но это того стоит. А вот между рядами, то есть вот рядочек будет 2-й, 3-й и так далее. А между рядами 5-7 сантиметров. Посев земляники нужно произвести желательно бы до Нового года, то есть это декабрь, потому что через 5 месяцев мы будем ждать от нее хорошего урожая. Желаю вам успехов, а все ваши вопросы задавайте на телефон горячей линии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова